День с толком Только пройти. Что происходит с дорогами в Новоалтайске и собираются ли их ремонтировать? Золотая маска Марии Евтеевой. Как барнаульская актриса получила самую престижную театральную премию России? Без плакатов и громких лозунгов. Прошел митинг жителей аварийных домов. Десятки человек вышли на Барнаульскую площадь свободы, чтобы подписать коллективное обращение к главе российского следкома. Совпадение или нет, но уже на следующий день после встречи аварийчиков Бастрыкин обязал главу Алтайского следственного комитета доложить о ситуации с аварийным жильем в Барнауле. Репортаж с пока еще мирного митинга Валентины Аскеровой. Я сама каждый год белила, а сейчас мне 81 год. Я уже лазить белить не могу. И ходить куда идти, к кому еще обращаться, я уже не знаю. Из 6 тысяч жителей аварийных домов отстаивать свои права вышли чуть больше 20. Почти все пожилые дрожащей рукой подписывают коллективное обращение к Томенко Мишустину и главе российского следкома Бастрыкину. Последнего просят проверить барнаульских чиновников, затянувших сроки переселения. Знакомые все говорят, как свадьба ложится. Я говорю, а вот так вот. Потому что это очень страшно. Как бы хочется вообще в нормальной обстановке жить, чтобы дети жили в нормальной обстановке. Не в такой. Потому что там вообще канализация пахнет и страшно. Потому что дома-то валятся. Через дорогу, который развалился по Первозападной. То есть это рядом с вами? Да, да. Прямо через дорогу буквально. Можете рассказать про условия, в которых вы живете? Ну, условия у нас очень плохие. Дом рушится. И дыры были, и все валилось, и сыпалось, и все. Ой, я сейчас плакать начала. То есть было очень страшно? У меня вообще с давлением проблемы. Мне очень плохо было. То вверх, то вниз скакало. Ужас. Даже вспоминать не хочется. Ну, сейчас как бы только подъезд и крыша видно. Все больше не... А в квартирах-то как было, так и есть. Там все кругом. И потолки текут. Вот, например, у нас в подъезде, там потолок уже ходить боимся. В подъезде. Под смертью ходим, понимаете? Пол у нас прогибается. Я на первом этаже живу. Отремонтировали. Этого ремонта хватило на пять лет. В доме фундамента нет, поэтому гниет все очень быстро. Вот. И опять ходишь, и опять думаешь, сегодня или завтра я упаду вниз, провалюсь. С 2014 года стоим на снос, признанный аварийным. И до сих пор ничего не можем добиться. Все нам только отписки, отписки, отписки. Не успели барнаульцы направить жалобу Бастрыкину, как он заинтересовался барнаульцами, застрявшими в аварийном жилье. И взял под личный контроль дело о халатности профильных чиновников. А между тем, в конце прошлой недели стало известно, что 11 аварийных многоквартирных домов в Барнауле вызывают реальные опасения у представителей мэрии. По ним проведут дополнительную экспертизу. Данные дома были рассмотрены, и данный вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям города Барнаула, на котором принято решение о необходимости безотлагательно привлечь специализированную организацию с целью дополнительного обследования строительных конструкций и выявления опасности для дальнейшего нахождения жителей в указанных домах. Правда, здесь речь идет о судьбе 11 аварийных домов. А всего их в Барнауле 224. Все они осыпаются и требуют. Незамедлительного сноса настаивают люди. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Новолтеск растет быстро, но, кажется, ни один бюджет за его ростом не поспевает. Основа города – частный сектор, окружен ямами почти как военным рвом. Но вот как передвигаются по улицам в мирное время, узнаете в сюжете. Это лицо новоалтайских окраин. По старой привычке жизнь примитивно шутит. Микрорайон называется «Дорожник». И как сапожник без сапог, он живет без нормального асфальта годами. А вот так здесь относятся к ограничению для проезда тяжелой техники. Местные жители говорят, что даже редкий ремонт ближе к издевательству. Ремонт последний раз был вот небольшого участка у нас вот здесь вот возле остановки, благодаря сайту убитые дороги. Но отремонтировали буквально метров десять, не захватив близлежащие ямы. Постоянно звоним, спрашиваем, нам собещают, кормят каждый год, что на следующий год будет ремонт. Вот ее как положили, ее не ремонтировали ни разу. А некоторые улицы не ремонтировались с советских времен. Об этом говорит городской депутат Дмитрий Гришин. И район «Дорожник». По его словам, лишь пример. Немалую долю Новоалтайска составляет частный сектор, где асфальт заменяют кочки, выбоины, промоины, рытвины, углубления, рвы, колдобины, ухабы. И это даже не считая ям. В районах новостроек картина не лучшая. Начиная с 2017 года и на городском собрании, и на комиссии по жизнеобеспечению, и делал много депутатских запросов на имя главы города о том, чтобы включили данную улицу в программу «Безопасные и качественные дороги». Но были все отписки. Обещали, обещали. Ну и говорили, как всегда, вы держитесь, но денег нет. Упал объем финансирования из федерального центра. Об этом рассказали в администрации Новоалтайска. В прошлые годы бюджета хватало на капремонт 7 километров дорог за сезон. В этом году на километр меньше. Отремонтируют участок до поселка Укладочный. От железнодорожного вокзала до военкомата. Улица в микрорайоне Раздолье. А ведь есть еще и ямочный ремонт. Конечно, у нас есть маленькое несоответствие в наших планах и теми деньгами, которыми мы располагаем. Мы насчитали больше двух тысяч квадратов ремонта ямочного в городе. Но возможности сделать есть только 900 квадратов. Чиновник рассказал, что у главы города будут просить дополнительных ресурсов. Для быстрорастущего города с дотационным бюджетом 130 миллионов на ремонт и 13 миллионов на содержание – цифры незначительные. Варианты – увеличить финансирование или переименовать район дорожник. Андрей Дрейер, Алексей Фризин. День с толком. 35 лет назад в мире произошла одна из самых крупных техногенных катастроф – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Одними из первых ликвидировать последствия аварии отправили Сибирский полк. Всего же спасали мир от катастрофы 2500 жителей Алтайского края. Артем Гусельников познакомился с некоторыми из них. Это молчание не сравнится с оглушающей тишиной, в которую погружались ликвидаторы на Чернобыльской АЭС. Работали по несколько минут, сменяли друг друга и не думали о последствиях. Такими были участники тех событий – молодые парни, срочники. Сейчас на Алтае живет более полутора тысяч ликвидаторов. Плохо, говорит Сергей, это слабость, нервозность и полное истощение. Ему не довелось работать на крыше того самого четвертого энергоблока, но много времени он провел под ним. В его карточке учета ДОС была указана цифра в 17 рентген. И даже при этом мужчине, можно сказать, повезло. Почти половина из ликвидаторов страдают от заболеваний, которые развелись после Чернобыля или являются инвалидами. На тот момент об АТОМе не было известно ничего, а самое главное – его последствия для здоровья. И, конечно, мы понимаем, что с каждым годом мы должны и вспоминать, и понимать миру заботы, ответственности о тех, кто принимал в участие. Ну и самое главное – понимать, что экология, мир, природа – это очень все хрупкое и, конечно же, и жизнь человека. В день годовщины чтут память погибших и благодарят выживших не только их родные и сослуживцы. Виктор Томенко вручил участникам благодарность и грамоты и медаль за заслуги перед обществом. И все же участникам не хватает внимания. Один из гостей признался, что коммунальных льгот стало меньше. Ведь они были серьезной поддержкой с учетом подорванного здоровья. Но даже несмотря на это ликвидаторы гордятся своим статусом. Надеются, что в будущем получится оживить зону отчуждения, а сферу энергетики сделать более безопасной. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Нас кусают снова. За прошедшую неделю 152 жителя края пострадали от клещей. Почти половина из них – дети. В этом году эпидсезон начался на две недели позже, чем в прошлом. Теплая погода заставила себя ждать. На сегодняшний день исследовано 16 насекомых. Из них один оказался зараженным энцефалитом. Еще один – содовым клещевым бирелиозом. Это поражение кожи суставов и нервной системы. Те люди, которые пострадали от присасывания клещей, сейчас находятся под медицинским наблюдением. По словам сотрудников Роспотребнадзора, пик активности насекомых прогнозируют в середине мая. Но уже сейчас стоит быть внимательным. Это пустыри, это неубранные газоны на территориях населенных пунктов, ну где еще за территориями, когда выходят на дачи, по дороге на дачу, на обочинах дорог, как проселочных, так и трасс. Барнольдские парки готовятся к открытию. Ждите его уже на этой неделе. Наступающее лето 2021-го у горожан и владельцев парков распланировано. В каком режиме уже на выходных откроют свои ворота территории отдыха, дальше и расскажем. Пустые аттракционы, застывшие во времени. Так они провели целый год. В 2020-м пандемия сорвала все планы. Но сейчас парки наконец-то готовятся к открытию. Старейший парк Центрального района в этом году отмечают круглую дату – 135 лет. Юбилейный сезон планируют открыть масштабно. Сегодня вы видите уже заключительные штрихи. У нас на прошлой неделе погода подарила нам два теплых денечка. Мы успели убрать территорию от сухой травы прошлогодней, листвы, веток. Сегодня заключительная подготовка аттракционов идет к открытию сезона. Начали их мыть, отмывать после зимы, готовить кафе к открытию. В 2020 году, когда их открытие пришлось перенести на конец сезона, парки понесли большие убытки. Счет идет на миллионы. К слову, в парке Центрального района удалось сохранить все имеющиеся карусели. К сожалению, новых приобрести не получилось. Здесь рассказывают, что сложный период им удалось пережить за счет муниципальных средств. А вот частные парки пострадали больше. Директор «Солнечного ветра» Роман Романов говорит, что так тяжело не было за все 25 лет работы. Финансовые потери для предприятия, конечно, были. Мы потеряли 70% своей выручки. У нас появились лишние затраты, хотя мы не работали, а содержали людей. Ну, вот как-то с трудом. Поэтому мы очень большие надежды возлагаем на этот сезон. С той точки зрения, что в парк вернется жизнь, опять вернется смех, улыбки, радость. Вместо маленьких посетителей сейчас на аттракционах пока что катают мешки с песком. Так проверяют карусельная износостойкость. Здесь уже провели все динамические испытания. Парк к работе готов. Осталось дождаться гостей, больших и маленьких. В парке города их официально приглашают уже 1 мая. Добавим, что стоимость билета этим летом немного подросла. Это вынуждена необходимость. Но представители индустрии развлечений надеются, что это не омрачит настроение горожан. Ведь новый парковый сезон для всех очень долгожданный. Маргарита Гартунг, Николай Шилко. День с толком. Информационные технологии – это уже не будущее, а настоящее. Видимо, этим руководствовались при создании федеральной сети IT-кубов – центров бесплатного обучения юных программистов. Руководители Алтайского центра обещают, что уровень обучения школьников будет столь высоким, что некоторые IT-компании даже будут готовы забрать выпускников центра. При этом в Кубе уже хотят внедрить дополнительное направление – киберспорт. Для обсуждения такой возможности в центр приехали депутат Госдумы Александр Прокопьев и министр образования края. Уникальный для Алтайского края центр IT-куб. Здесь будут готовить программистов со школьной скамьи, бесплатно, на современном оборудовании. Подать заявку может любой родитель, только если ребенок на самом деле хочет заниматься. Самое главное, для чего мы будем делать отбор детей – это для того, чтобы понять, что дети мотивированы к обучению. Чтобы на полпути ребенок не остановился и не бросил. Нам нужны дети, которые дойдут, которые в финале получат сертификат обучения в нашем центре и получат хорошее IT-знание, IT-компетенции. А компетенции, по словам Михаила, не сравнить с полученными на уроках информатики. Здесь дети будут работать в творческой атмосфере и учиться решать не умозрительные примеры, а реальные задачи, которые ставят реальные же компании. С IT-кубом сотрудничают гиганты рынка Яндекс, Майкрософт, 1С и, казалось бы, что еще нужно, но в центре планируют и киберспорт взять под крыло. Че нет, перебери, они часто выкидают. Как сочетаются угрюмые программисты и эмоциональные киберспортсмены, ответ лучше всего знает человек, который побывал на обоих фронтах. Денис Артемов – айтишник с прошлым киберспортсмена, который работает в Кубе. У нас в целом в России начинает это развиваться. В Томске, в Питере, в Москве сейчас дают дополнительные баллы за то, что вы участвуете в киберспортивных турнирах, выигрываете командой и можете получить при поступлении дополнительные баллы по конкурсу. То есть киберспорт – такие же ворота в жизнь, как и айти профессии. Так что внедрение этого направления в Куб приехали обсуждать министр образования края Максим Костенко и депутат Госдумы Александр Прокопьев. Кстати, по его просьбе в Кубе устроили состязание четыре школьных команды, чтобы проверить, подходит ли местная техника для киберспортивных баталий. С техникой все хорошо, вот сеть оказалась не рассчитана на такую нагрузку. Теперь ее планируют усилить. Уже ведут переговоры с провайдером. Именно на этот момент депутат и обратил внимание, киберспортивное направление развивать в Кубе необходимо, с учетом мнения самих игроков. Киберспорт, в первую очередь, популярен среди школьников. Это очевидно. И при всем этом он существует сам по себе. То есть, к сожалению, на данный момент у нас в крае нет квалифицированных тренеров по этому направлению, нет психологов, которые могли бы повышать уровень подготовки киберспортсменов. И Айти Куб может стать вот такой пробной площадкой, на которой это направление можно развивать. Все-таки отношение к киберспорту меняется, потому что мы сегодня начинаем видеть успешных ребят, которые вот в этом направлении киберспорта самореализуются. И зарабатывают, как сообщают знатоки киберспортивного мира, не хуже профессиональных футболистов. Так что Айти Куб может стать, помимо прочего, своеобразной детско-юношеской спортшколой. Возможно, и другие площадки для юных айтишников края будут перенимать опыт. Благо, таких мест притяжения становится все больше. Очень важно, что это не только Айти Куб здесь, в городе Барнауле, который находится. У нас в этом году уже открылось 42 точки роста. Такие маленькие Айти Кубики, маленькие кванториумы в 42 школах. До конца года 2021 еще 140 школ присоединятся. Да и Айти Куб не стоит на месте, только начали работать, как уже планируют расширяться. Это будет зал, это будут разные локации, это все будет передвигаться, сдвигаться и так далее. У нас проект уже готов, и поэтому здесь только осталось окончательное решение, что это наша будет территория. Сами помещения, в которых располагается Айти Куб, собой как бы иллюстрируют переход от прошлого к будущему, в которое мы плавно идем. И Айти Куб, вероятно, будет захватывать те этажи, и если все будет получаться, станет, возможно, одним из главных пространств в крае, где то самое будущее будет превращаться в настоящее. Андрей Дреер, Александр Антропов, День с толком. С одной стороны сбывшаяся мечта, с другой – необходимость соответствовать столь высокой награде. Это слова Марии Евтеевой, обладательницы престижной премии «Золотая маска» за лучшую женскую роль в мюзикле «Капитанская дочка». Верила ли она в победу, и что пришлось преодолеть ради нее актрисе, расскажет Татьяна Голубева. «Золотая маска, вот мы ее везли в ручной кладе. Естественно, никому не отдавали. Керамическая позолота, 47 фианитов, рубин – награда весомая во всех смыслах. Хрупкая девушка прикладывает усилия, чтобы держать ее в руках. Говорит, на победу надеялась, но жюри держала интригу до самого конца». «Я сидела, и я в этот момент как будто бы ни о чем не думала. У меня просто все внутри замерло. И тут называют мое имя, и вокруг такой ор, потому что вся делегация подскочила, все закричали. Я не могу поверить своему счастью». Вообще, счастье для всей труппы случилось еще тогда, когда мюзикл «Капитанская дочка» был номинирован на премию в 10 номинациях. Они долго к этому готовились, много репетировали. Мария в театре уже 5 лет. Певицу с консерваторским образованием взял после прослушивания главный режиссер Константин Яковлев. Поверил в нее и ввел сразу в 15 спектаклей. Кстати, путь к «Золотой маске» у актрисы был не самым легким. Еще на репетиции в декабре Мария порвала связку на ноге. Врачи делали все, чтобы репетиции для исполнительницы главной роли не останавливались. «Это был некоторый подвиг, конечно, потому что у нас еще, если вы видели декорации, они под наклоном, то есть станок немножко вверх. И это было самое сложное, потому что идти вот так очень тяжело и не хромать. Надо было, там я периодически хватала за своих партнеров, они меня поддерживали, некоторую хореографию даже. Татьяна Безменова специально для меня переделала». «Наверное, это все очень справедливо, потому что я сам не знал, как она будет работать, я уже думал, как-то нужно ей помогать, потому что у нас станок ведь там, да, и она очень часто с него спускается, и я думал, как-то, может быть, ее нужно даже как-то нести, помогать ей как-то. Вот, ну, наверное, вы знаете, какая-то вот магия случилась. Это было волшебно, это было круто». После вручения премии Мария успела за 30 секунд поблагодарить всех причастных к ее победе. Коллег, режиссера, маму. Награду теперь ежедневно показывает журналистам. Скоро настанет черед зрителей, только потом маска займет почетное место у актрисы дома. «Для меня это настоящее подтверждение моего профессионализма и моих заслуг в этой профессии. И самое главное – это ощущение, что я на своем месте». Кстати, голова от успеха пока не закружилась. Мария обожает свой театр и надеется здесь еще на массу интересных творческих работ. Возможно, и еще не на одну золотую маску. «Верю я, подарит нам судьба. Верный знак, добрый знак». Спасибо. Это он, да? Добрый знак? Да, да, да. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях, а через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.